Всем привет! Сегодня у нас BMW E90 с мотором N46, B20, ну как у нас у меня, да? С проблемой следующей. Машина плохо заводится, заводится не с первого раза, плавают обороты, машина глохнет в пробке. Компьютерная диагностика показала недостоверные показания датчика массового расхода воздуха. Систему проверили, по показаниям датчика массового расхода воздуха, в общем-то, я сделал заключение, что с ним все в порядке, проблема не в воздухе. Померил давление в топливной рампе. Манометр показал от единицы до двух бар, вместо положенных 3,2-3,5 бар. Соответственно, проблема где-то у нас в топливной системе. Я предполагаю, что если бы это была проблема в топливном насосе, то она бы отражалась, но совершенно не так. Скорее всего, где-то забит какая-то трасса топливная. Первоначально, поскольку топливный фильтр никогда здесь не менялся этой хозяйкой, на протяжении, наверное, где-то 40 тысяч километров, и до нее мы не думаем, что он тоже тут менялся, я заказал топливный фильтр. Топливный фильтр, соответственно, не оригинал, топливный фильтр фирмы Lynx. Сейчас для начала мы поменяем топливный фильтр, померяем давление в рампе. Если все нормализуется, то на этом ремонт закончен. Если нет, то я буду снимать форсунки, вешать их на стенд, смотреть, что с форсунками и продувать всю топливную систему. Разъем снять удалось без потерь, он поддался. А, конечно, топливный шланг немножко пришлось подразобрать, но он сам подсломался. Тут идея была в том, чтобы загнуть усики крепежные, которые одевались вот так на шланг, и вытащить шланг из пазов. Соответственно, усики, они держались вот здесь, заклепанные. Но у нас есть новое. Теперь легким движением руки мы откручиваем вот это кольцо. Легкими вращательными движениями. Специального инструмента у меня нету. Я ленивый в этом плане. Ну, вот так должно получиться. Собственно, все. Нам тоже пока не нужно. Так, теперь достаем, главное не потерять на вот этот шланг, достаем стакан. Чтобы вытащить топливный фильтр, надо еще открутить под правым полупопием аналогичный стакан и отключить вот эту трубку. Трубку и вытащить две. То есть, вот они на новом. Вот они. Две трубки просто упираются. Одна трубка. Вот мы вытащили у нас. Там остался сам топливный насос. Вот. Теперь это все дело можно аккуратненько протянуть. В общем, я так думаю, что чтобы потом не было больших проблем, наверное, сейчас я предварительно туда заложу какую-то протяжку. Мы имеем старый топливный фильтр. У нас есть новый топливный фильтр. Новый датчик уровня у нас идет в комплекте. Не установлен он сразу на топливный насос. Мы его вставляем и подсоединяем провода. Теперь смотрите, чтобы вдруг у косячити. Провод, который идет напрямую без заземления, это правый. Провод, который идет с заземлением. Круглая фишка левый. Заземление вот сюда сбоку на бочонок. Кстати, на старом фильтре вот этот разъем земли полностью загнил. Не знаю почему. Я собрал все обратно. Ощущения, конечно, такие себе. Захочу ли я этого полезть второй раз? Ну, наверное, не скоро. Потому что первое, что приходит на ум, это фраза удалить гланды через жопу. Вот примерно так же удобно менять топливный фильтр. Но завести пока у меня автомобиль не получилось. Потому что он внезапно мне сказал, что у него села батарейка. Поэтому я накинул сейчас зарядное устройство. Полчасика я подожду. Заведу. Я накрутил уже манометр. И посмотрю, дало ли это какой-то результат. Сейчас с руки поработаем. Машина завелась. Машина дала две атмосферы. Датчик хотя бы не падает. Она сейчас держит топливо. Это хорошо. Но вот сам насос. Сам насос кто-то пытался его доработать. Поскольку мы знаем, что насос здесь несъемный. И доработка закончилась тем, что вот этот весь осадок, который есть сейчас в стакане, он был полностью в насосе. Потому что доработчики не учли тот момент, что вот эта сеточка, она сейчас стоит рядом. Она не одета на насосе. Я туда добирался рукой, смотрел. Фильтр тонкой очистки. Он просто лежит на дне. К насосу он отношения никакого не имеет. Поэтому вся вот эта грязь, она была поднята в систему. Ну, я думаю, что, наверное, тут еще будет все-таки промывка форсунок в итоге. Блин, ребят, ну вот просто крик души. Если модуль считается неразборным, и он считается неразборным заводом BMW, пожалуйста, не надо думать, что вы умнее инженера в BMW, отрезать его вот тут вот, отламывать, ковырять в нем дырки и цеплять его на нейлоновые стяжки. Учитывая то, что сеточка просто лежит рядом. Господа, вы не умнее инженера в BMW. Ну, возвращаемся к ремонту. Фокус у нас с тем насосом у него был вся. Был заказан новый насос. Вполне бюджетные цены фирмы Патрон. У него написано гарантия, бенго. Насос. В общем-то, вот такой стакан. И поплавок у него, так же как в фильтре, лежит в комплекте, но лежит отдельно. Ну, сейчас я это все дело переставлю. Манометр накручен на машине. И будем заводить, смотреть. Я все собрал. Автомобиль завелся. Манометр показывает, как часики просто. Ну, все отлично. Ребята, ну, напоследок, небольшой крик души. Если вы не можете содержать автомобиль, не надо его покупать. Если вы не готовы содержать BMW финансово, не тратьте деньги. Купите себе Priora, купите себе корейца, а не дешевое обслуживание. Перед тем, как вы решили, что вам нужно BMW, зайдите на сайт. Их сейчас много. Посмотрите, сколько стоят расходники. Сможете ли вы это тянуть? И не надо потом говорить, что BMW ломается. Не надо в нее совать все подряд. Это машина, рассчитанная инженерами. Умнее вы не сделаете уже. Я не говорю про тюнинг-отелье. Я говорю про бытовые гаражные условия. Если есть деталь, ее надо менять. Дорабатывать ее не надо. Это не Жигули, это не Лада. Вы как это определили? Я хочу BMW. Ты ее не тянешь. Залей в нее нормальное масло. Давай тренделей, базара нет. Хочешь дать угла? Отключи ДСЦ. Дай угла. Но при условии, что ты готов делать подвеску потом. И заливать на нее нормальное масло. Чтобы потом не кричать. О, мотор М46. И он такой ломучий. Вот что, блядь. Вы туда лукоил льете. Конечно, он будет ломаться. Залейте туда нормальное масло. Нормальное масло стоит денег. Мотор вам скажет спасибо. Не на менять его через 20 тысяч. Меняйте его через 8. И все. И машина вам прослужит долго. И это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Всем спасибо. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Там внизу можно кинуть на инструмент. Субтитры сделал DimaTorzok